Валера, ну чё, каково это быть обманутым, а? Всем привет, с вами я Клаус, и сегодня я решил устроить проверку игроков на честность. А именно, я хочу узнать, согласится ли кто-нибудь вообще помочь мне с вещами, с домом, приютить меня. И если согласятся, то не обманут ли меня. И если меня действительно не обманут, то я сделаю им подарок. Ну а если же всё-таки обманут, то придётся их наказать. Ролик обещает быть очень интересным, так что если вы ещё не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь на него и поставьте лайк заранее этому видосу, и посмотрите его от начала и до конца. Ну и, конечно же, данный видос я снимаю на серке под званием Релли Борт, и если что, его опи будет в описании, заходите, играйте вместе со мной, ну а мы погнали! Ну что ж, и для начала, как раз-таки, давайте спросим в чатике, кто нас сможет приютить. Пишу, кто сможет приютить ПЖ. Потому что я был бы крайне не против, если бы меня сейчас подарили бы какой-нибудь домик, но хотя бы, знаете, вписали в него. Давай я приучу, я недавно начал играть. О, о, всё, он меня тпшнул, привет. Да. И, и чё он? Как-то, он меня в ловушку, да, хочет скинуть, но как-то не получается. У него. А, блин, получилось. А, я понял, ну, короче, он меня скинул в трапку, и сейчас будет по ногам, да, мне пытаться фигачить. Ну, у меня аж лук есть, ты чё, братишка. Куда ты побежал? У меня и пиарка есть, я только не знаю, получится выбраться или нет? Блин, он просто в обычном кит-старте. Чё, чё, он просто пытается делать. Он не пытается поджечь. Ну, как бы, ладно. Убили его, и нормально. Подождите, а мне сейчас стало интересно, а там вот эта ловушка вообще заприващена была, хотя бы? А то чё-то сразу не подумал. А, да у него даже ловушка не запривачена была. Блин, вот чё-то я протупил, надо было сразу проверить, я бы мог просто вскопаться и выйти. Ну, ладно, давайте я немножечко ему ловушечку сломаю, как бы, чтобы он людей больше не обманывал. В целом нормально. Ну, а мы с вами погнали дальше. Опа, у нас тут какой-то лифтон фейс пишет, кому дать ресов тп, в скобочках не бомжи. А почему не бомжи, если ты раздаёшь вещи? Обычно, как раз, киноборот, мне кажется, игроки без ресурсов больше хотят вещи получить, чем вот игроки там с донатом, с ресами и подобны. Так, я взялся ещё яблочек, сразу же их переложу, чтобы на всякий случай мог захавать. И давайте к нему тпшимся. Опа, тпшнул. Я с миром. И куда он побежал? Ну, по итогу он меня убивать хочет, да? Так, ребят, ну, видимо, он меня реально хочет убить. Ну, ладно, придётся его, собственно, наказать. Но, правда, у него точно такой же кид, как и у меня, и точно такой же донат, как и у меня. Поэтому, в целом, сейчас будет более-менее всё честно. Потому что у меня нет ничего прям такого читерского. И давайте пробуем его тоже зафигачить. Давай, 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 подходи. Так, чуть-чуть отбежим. Ну-ка, где он там? Ну, я тоже ж могу с лука постреляться. Ну, куда ты, куда ты бежишь? Блин, ну, если честно, это прям, ну, как-то легко было. Не, просто, а на чё он рассчитывал? Как он хотел обманывать людей уже с вещами? Ну, типа, я понимаю, если бы к нему там на бродке стартер, да, тпш? Вот их он бы мог обмануть, их он мог бы спокойно убить. Но, блин, ну, как-то у него не пошло, когда к нему тпшнулся такой же человек, как и он сам, по сути. Ладно, погнали дальше. Ну что ж, давайте опять напишем в чатик. Кто сможет приютить, пишите в ЛС. Так, нам ответил какой-то Итачи Топчик. Давай я тебе вещи отдам, всё равно из Майнкрафта ухожу. Так, отправили запрос на телепортацию. И осталось дожидаться, чтобы он просто его принял. Но, звучит... Опа, 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 ловушка. Стоп, или чё это? Так, ну, смотрите, он меня вроде пока даже не ударил. Пишет, привет. Привет. Ты хотел, чтобы тебя приютили? Да. Да я и всё ещё этого хочу. А то пока что меня только все обманывают. Ну, я ухожу из Майна, давай я тебе свои вещи отдам. Давай. Стоп, он мне сейчас серьёзно даст... Ой, ой, подожди, ты не... Ой. Он мне отдаёт свои вещи, но они куда-то не туда падают. Блин. Стоп, а может это его план, чтобы я сейчас скинуть? Нет, кстати, вроде не скидывает. Ну, ладно, я сам скинусь. Чё поделать? Э, ты куда? Я за вещами ходил. Ребят, я в афиге, у человека обычный китстарт, и он мне свой китстарт просто отдаёт. Не хочешь со мной в стендов? Блин, я, к сожалению, в стендов не играю. Кстати, у тебя дом есть? Он мне сейчас хочет на дом, да, развести? Давайте напишу... Нету. Не получится у тебя меня на дом развести. Потому что у меня дома тут нету на этом грифе. Ну, если я из Майна ухожу, давай я и дом отдам. В смысле, тебе не жалко? Пойдём. В смысле... Стоп, я подождите, я не понимаю. Он мне реально сейчас за бесплатно отдал все свои вещи и дом? Ну, дом, конечно, не прям шик, но... Он это сделал за бесплатно, он даже с меня ничего не попросил. Так, стоп, а приват у меня уже добавил? А, да, он меня уже даже в приват добавил. Ну, конечно, вещей у меня тут мало, но... Тем не менее, он меня не обманул. Он помимо вещей... Подожди, стой, 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 стой. Он помимо вещей мне ещё также подарил дом. И, ребят, мне кажется, его нужно явно отблагодарить. Сейчас я зайду со основного аккаунта и выдам ему напоследок донат. Может, он всё-таки передумает из Майна ливать. Так, ребят, всё, я зашёл со основного аккаунта. И прямо сейчас, за честность, мы ему с вами выдадим бесплатный донат Avenger. И всё, и тачи топчик у нас становится донатером. Так что, ребят, будьте тоже честными. И, возможно, с вами случится то же самое. Пишет, спасибо большое, класс. Да не за что, ну, ребят, ну согласитесь сами. Просто человек честный, решил всё по-честному сделать. Решил реально мне отдать вещи, отдать дом даже. Бесплатный, я ему даже ничего не платил, ничего не скидывал. Ну, а мы с вами погнали дальше. Так, и прямо сейчас какой-то Валер написал. Кого прийти, телепортируйтесь, будем выживать вместе. Слушайте, это интересно, так как раз для меня. Давайте пропишем к нему телепортацию. И, как раз таки, проверим, попытается ли он нас обмануть. Так, всё, он у нас цепешнул. Слушайте, ну пока не убивает, это уже хорошо. Он пишет, о, привет. Привет, Валера! Валера, привет, как дела у тебя? Ты хочешь дружить? Да, даже очень. Пишет, это хорошо. Ну, конечно, хорошо. Слушайте, ну пока что он прям хорошо со мной общается, не убивает ничего. Давай вместе жить. Давай. Мне кажется, мне кажется, что я ему даже, может быть, выдам креатив на пару секунд. Но я уже богатый, поэтому давай ты мне свои ресурсы отдашь, чтоб честно было. Опасника, если честно, немного. Ну не, если бы он хотел меня обмануть, хотел бы он меня убить, он бы меня сейчас просто скинул бы сразу в какую-нибудь ловушку и убил бы. Давайте напишем, окей. Потому что его тоже в целом понять можно, как-никак в приват человек хочет добавить меня. Прямо сейчас мы ему скидываем все мои ресурсы. Забирай, Валера, для тебя ничего не жалко. Так, пока что не добавил. Чё-то как-то мало. Ну, блин, Валера, ну извини, чё было, на, ещё щит могу скинуть. Я думал, больше будет. Чё было, то отдал, всё отдал, на последние нитки разделся. Так нечестно. А что, что нечестно? У меня больше ничего нет, Валера. Иди в шахту и копай алмазы. Не понял. Устория же изначально была, что я ему просто скидываю свои ви... Шесть штук, да будешь. А то, что я тебе там броню классно накидал, там кирку и приучу. А чё ты мне золотую-то кирку скинул? Как я ей алмазы буду добывать? Дай мою кирку хотя бы. Без шести алмазов не приходи. О, хотя бы кирку мою отдал. И на этом спасибо. Забирай свою золотую кирку. Блин. Если честно, я думал, всё пойдёт как-то немного по-другому. Он пишет, не вернёшь кирку, я с тобой дружить не буду. Так это же моя кирка, я тебе её так отдал. Ребят, подождите. Ну, может, он меня всё-таки без алмазов сможет приютить. Изначально же он сказал, что если я ему отдам все свои вещи, он меня добавит в приват. В привате меня всё ещё нет, а вещей у меня тоже уже как бы нету. У тебя как-то мало ресов было. Да блин, ну к Валеру, у меня больше нет ничего. Я тебе абсолютно всё отдал. Так не честно. Ой, понятно. Ладно, ребят, прямо сейчас я пойду, видимо, добывать для Валеры шесть алмазов. Окей, погнали. Конечно, Валера гений. Ну, чё поделать? Ладно, пошлите копать шесть алмазов. О, это я где? Кажется, я в мире Майнкрафта. Похоже на то. Бо, железо нашёл. Интересно, железо ему сойдёт? Ну, наверное, не сойдёт. Он же меня прям конкретно написал. Шесть алмазов. Это кто ещё такой? Что такое? О! Чё за нафиг? Блин, у меня даже еды нету, Валера. Блин, а я китстарт-то могу хоть прописать? О, ну хотя бы китстарт могу прописать. Хоть еда появилась, хоть что-то, и на этом спасибо. На. О! Да чё за нафиг происходит, ребят, я не понимаю. Мне кажется, я до этих шести алмазов попросту не доживу, я помру быстрее. Так, О, что? Да ну нафиг. Блин, четыре, только ё-моё. Дух не хватило. Ребят, я просто в афиге, это не шахта, это просто прикол какой-то. A few minutes later. О! Ребят, я никогда ещё, мне кажется, так алмазом не радовался. И сколько у меня сейчас алмазов? Девять алмазов. Даже на три больше. Не, я, я Валере не отдам больше алмазов. Я ему отдам ровно шесть, как он просил. Держи, Валера, свои шесть алмазов. Ты офигел. Почему я офигел, я тебе шесть алмазов отдал? Почему? Почему так долго и почему у тебя ещё ресурсы есть? Я кит-старт прописал, потому что ты не всё мне отдал. Ты обманщик. Я, ты чё, угораешь над мной, Валера. Я его в шахте прописал. Я с обманщиками не дружу. Да какой я не дружу, Валера, я тебе шесть, я, ты куда пошёл? Ты чего? Я не, о, пишет, ладно, ну слава богу. Так уж и быть. Давай. Только скинь мне вообще всё. Валера, ты не офигел? Которая есть у тебя. Я тебе шесть алмазов отдал, я тебе до этого все свои вещи отдал. Ты сейчас хочешь мне кит-старт забрать? Ой, афират у меня так и не добавил, да? Ладно, хорошо, давайте я ему скину все свои вещи, которые у меня сейчас остались. Ты меня впусти в дом хоть, впусти. А, всё, он впустил. Забирай, забирай всё. Для тебя, Валера, ничего не жалко. Вот это другой, конечно, другое дело, блин. Козёл, сначала писал просто дать ему все свои вещи, я отдал ему все свои вещи. Потом попросил ещё шесть алмазов, отдал ему ещё шесть алмазов. Сейчас попросил меня опять все свои вещи отдать. Да шо ж такое-то? Валера, ты шо такой наглый? Ой, шо ой? Я сейчас подумал. Валера, не надо думать, просто добавь меня в приват. Я забыл тебе сказать. Сейчас окажется, что это вообще не его дом. Я приучу тебя. Ну спасибо, прийти и добавляй в приват. Если ты мне заданайся, ты шо офигел? Валера, ты шо дурак, что ли? Титан купишь. Валера, да иди ты нафиг, какой титан, я тебе столько вещей уже отдал. Я тогда буду дружить. Ты шутерёшься? Да я, да я, да ты, тихо, 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 ты шо? Валера, да стой, Валера, ты шо делаешь? Валера, успокойся, всё, 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 хватит. Я тебе шо, да не надо, не надо, не надо. Не надо. А если ты меня обманешь? Ребят, ну просто вот реально, если я ему сейчас куплю титан, и он меня так и не заселит, зачем я тогда потратил свои деньги? Я тебя хоть раз обманывал? Да! Постоянно! Ты меня уже три раза успел обмануть. Ты меня много раз... Когда я тебя обманул? Ребят, мне кажется, Валера арбузер на самом деле. У меня нет денег. Иди у мамы попроси. Ты чё, дурак, что ли? Давайте напишу. У мамы тоже нет денег. Скажи, очень нужно. Тогда даст. Я так делаю, она даёт. Ну, значит, у папы. Валерий, вообще, абсолютно пофиг, у кого я буду там деньги просить, если у меня вообще деньги там или у кого-то из моей семьи или нет. Ему главное, чтобы я просто купил титана. Ладно, сейчас куплю. Ладно, ребят, хорошо, давайте я ему докуплю титана. Ну, ребят, мне просто нервов не хватает. У меня как будто 100 рублей для друга жалко. Да пошёл нафиг, вот знаете, лучше вот не иметь вообще, друзья, чем уметь вот такого друга, как Валера. Вот у меня прям о нём мнении уже очень сильно испортилось. Потому что я изначально к нему тупо, вроде, знаете, такое хорошее общение было, всё классно было. А на самом-то деле оказалось вот так. Ой, господи, ладно, хорошо. Давайте купим ему титана. Так, всё, ребят, я ему докупил титана. Ну-ка, он выдался. Да, всё, он ему выдался. Давайте напишем ему. Купил. О, ты не обнул. Да я тебя вообще не обманывал. Пока что обманывал, только ты меня. Я теперь крутой с дорогим донатом. Ну всё. Чё, всё, ты мне в приват добавь. Мы теперь друзья. Это круто. Но я переживаю за то, что он меня в приват не добавляет. Чтобы я тебя в приват добавил, иди сюда. Ай, куда? Стань сюда и не двигайся. Ну. Нужно на таблицке команду написать. Какую команду её в чате надо писать? Её можно команду написать, какой командой добавлять, в приват или чё, я не понимаю. Вот, читай. Что читай? Ага, ну, ты лошара, чушь пан. Спасибо, Валера. Ребят, что я вам хочу сказать на будущее? Не доверяйте Валерам! Подождите, ну я не хочу сейчас это просто так оставлять. Может мне сейчас снова кому-то что-нибудь... Нет, стоп-стоп-стоп, я придумал план получше. Давайте сделаем вид, будто я мега добрый, и предложим купить ему императора. Чтобы всё-таки с ним подружиться, и он меня добавил в регион. Типа я такой, знаете, терпила, всё, прощаю. И прямо сейчас мы ему с вами написали. Зачем ты так со мной? Я хочу дружить. Хочешь, куплю тебе императора. Несмотря на то, что ты меня тысячу раз уже успел обмануть. Несмотря на то, что ты меня убил, обозвал лошара ещё. Я готов тебе, типа, купить императора. Он мне пишет, я с тубами не дружу. Императора чё? А, мо... Фууу, ребят, у меня очень сильно бомбит. У меня очень сильно бомбит. Я ему написал сообщение, он мне написал. Я с тубами не дружу, но после того, как, видимо, он всё-таки дочитал до конца, и увидел про императора, он такой, типа, о, да, конечно, давай дружить. Ну давай, давай. Тпшимся опять к этому Валере, блин. Я такими темпами скоро ко всем. Валере начну плохо относиться. Ну и чё ты меня в свою ловушку, ты пришёл, или чё это такое? О, ты опять ты... А кто ещё? Давай императора. Я боюсь, что ты меня опять обманешь. Я добавлю впервад. Так добавь вначале. Сначала купи, потом добавлю. Вначале приват, потом донат. Ты точно купишь? Конечно же, Валера, для тебя всё что угодно. Я для тебя хоть звезду куплю, Валера. Но если ты обманешь, что ты чушпан, я всем расскажу. Так ты меня и так уже чушпаном назвал. Ребят, конечно же, я ему ничего не буду покупать. Давайте ему напишем, хорошо? Я сейчас просто хочу сделать то же самое, что он сделал со мной. Сейчас посмотрим, если он меня реально добавит приват. То я хочу просто-напросто забрать, во-первых, свои ресурсы, и попытаться по максимуму сломать его дом, пока он меня не удалит с привата. Так, он пишет, всё, донать. Ну-ка. Да ладно, он меня реально в приват добавил. Давайте ему напишем, сейчас куплю. Подождите, а он меня куда добавил? RG-INFO. Команды недоступны в PvP-режиме. Ладно, давайте я подожду, пока мы выйдем с PvP-режима. А, так он меня в овнеры добавил. Подождите, у меня созрел очень гениальный план. Подождите, да не может же такое быть. Ну-ка, стоп. Фом Валерика, Валера МС. Блин, ребят, так нельзя. Подождите, стоп. А если, а если я полностью удалю регион? У меня есть доступ к такой команде? RG, дэлит. Хом Валерика. Стоп, получилось? Подождите. Стойте, стойте, стойте. Так, секундочку. Подождите, у меня созрел мега гениальный план. Ой-ой-ой. Так, не умереть бы ещё. Да ну нафиг. Что за баг? Валера, ну чё, каково это быть обманутым, а? Почему блок пропадает? Да потому что всё. Потому что это больше не твой дом. Так, надо стыдхом поставить. С стыдхом. Ай-яй-яй-яй. Телепортация небезопасная защита. Так, всё, ребят, какие координаты? Так, всё, я запомнил координаты. Всё, он меня убил. Так, ребят, подождите. То есть, я прямо сейчас, получается, удалил его регион и заприватил свой собственный. Подождите, а хом у меня не поставился, да? Блин, хом не успел поставить. Так, ладно, сейчас я, короче, по координатам попытаюсь сюда как-нибудь попасть. Смотрите, он глобальный чат пишет, почему у меня двери не открываются. А всё, Валера! А всё! К тебе вернулась карма. То есть, ребят, прямо сейчас я обманул мошенника. Я обманул обманщика. Я украл у него дома все ресурсы. Только мне сейчас как-то осталось попасть в этот дом. Он мне пишет, ты чё, род, наделал? А что не так? Я этот дом... Я этот дом долго строил. Так ты меня обманул. Я тебя обманул. По-моему, всё честно. По-моему, вообще всё честно. Давайте ему напишу. Ой, извини, я не то прописал тпшни. Сейчас всё исправлю. Нет, я с вами сейчас тпшни. Реально? Садхом. Всё, я дом установил. Возвращай. Валера. Знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Валера. 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 Он ещё вообще не писал исправлять свои ошибки. Ну, я считаю, что свою самую главную ошибку, что я оставил его в жилху, я уже исправил. Зато у меня сейчас... О, Валера. Валера, не-не-не-не-не-не-не. Всё, это теперь мой дом. Ребят, зато у меня сейчас есть полноценный домик. Давайте сейчас посмотрим, хотя бы чё в сундуках. Да блин, подождите, я его как-нибудь отгрыжу, а то он меня задолбал. Хмм. Сколько его тут вещичек. Ну, мне самое главное, что я свои вещи хотя бы вернул. Блин, вот знаете, вот это вот то самое чувство, когда обманщики получают по заслугам. Ну шо, Валера, чё стоишь? Урод, из-за тебя я тут больше играть не буду. Да я не против, как бы, не хочешь, не играй, твоё дело. Я маме скажу, а она в суд подаст. Подождите, чего? То есть, он вначале меня сам обманул. Развёл на титан, вообще-то вот этот титан, который сейчас у него, это я его купил. И он мне сейчас угрожает тем, что его мама подаст на меня в суд. Читер долбанный. А, он ещё написал, что я читер. Ну, ну да, как бы, нормально, бывает. Ну и куда он ушёл? А, он с сирока ливнул. Ну, в общем-то, да, ребят, вот и такие обманщики тоже бывают. Блин, ну, ребят, я надеюсь, вы за такое точно влепите лайк. Если вы ещё не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь. Потому что, возможно, на меня сейчас подадут в суд. Ну, надеюсь, конечно, что такого не произойдёт. Всё, ну а с вами был Коседай Клаус. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Не доверяйте таким Валерам.